Кукольный театр Что начиналось? Начиналось с того, что меня попросили сделать кукол для кукольного театра. Но я не умела никогда этого делать. Благо, что сейчас появилась сеть интернет, и можно найти очень много информации. Начала с информации из интернета. Потом стала спрашивать у знающих людей, кто занимается куклами. Вот так нашла информацию и стала делать потихоньку. А кукла первая какая была? Народная? Нет, вот именно для кукольного театра была первая кукла, Баба-Яга, в плохом настроении. Если помните сказку «Домовёнок Коська», там есть Баба-Яга в плохом настроении. Вот началось всё с головы, с лица, в колготочной технике, если кто знает мастера. Вот, конечно, страшненькая. Сейчас посмотрю, она совершенно непрофессиональная. Но, тем не менее, для кукольного театра нужно, чтобы были яркие черты лица, крупные. И яркая одежда. Аталья Михайловна, вот для какого кукольного театра? Вы сами работаете, да, получается, руководителем студии? Или специально для какого-то другого театра изготавливаете? Нет, я работаю в Доме детского творчества, посёлке Искатели. И у нас есть кукольный театр, студия «Карусель», и где дети играют в театр. И попросили меня сделать кукол для кукольного театра. И решили поставить сказку «Домовёнок Коська». И нужно было мне сделать 8 кукол. И времени у меня было 2 месяца. А куклы большие, гопитные, то есть на больших деревянных палках таких. Тростевые куклы, да? Тростевые, да. Анатолия Михайловна, а вот есть тростевые, есть вот перчаточные у вас на руке? Да, перчаточные. Это уже следующая сказка по ненецкой сказке «Хозяин ветров». И я сделала вот таких уже поменьше куколок, которые играли в этой сказке. А какие вот техники исполнения сложнее делать? Вот именно перчаточные, тростевые? Так, ничего несложно. Главное захотеть, да. Я поняла в процессе изготовления кукол, поняла, что я могу всё. Главное, главное захотеть. А какие ещё техники существуют, которые вы используете в своих работах? Я в основном использую смешанные техники. Сначала делаю основу плотную, а потом уже всё-таки, чтобы была иллюзия тела, да, вот лицо. Тогда делаю колготки, капрон. Здорово. Здесь вот у вас ещё и ваша авторская кукла, которая у нас участвовала, ездила в Москву, да? Да, ездила в Москву на фестиваль, выставку «Кукла года-2014» и международный конкурс «Мосфайр». Эту я куклу специально делала для «Аргиш-надежды» нашего межрегионального конкурса. Я думаю, у вас ещё всё впереди, вообще планы какие у вас. Наталья Михайловна, есть, например, желание освоить куклы в пластике, да? Есть у нас такое? Или вы работали уже с этой техникой? Нет, с пластикой я не работала. Мне больше привлекает ткань. Потому что я в Доме детского творчества веду текстильную студию, программу разработала специальную по обработке текстиля. И с детьми занимаюсь текстилем. Это моё направление. А с детьми вы тоже делаете кукол, да? Мы делаем кукол, да, вот, например... Таких сделали куколок. Пальчиковый театр. Когда куколки вот прямо на пальчик такие одеваются. Здорово. Здорово. Это совсем для маленьких, да? Да, ну и взрослые тоже хорошо воспринимают эти сказки. А вообще расскажите, вот есть, например, пальчиковые куколки, есть у нас тростевые, перчаточные, да. А ещё какие-то существуют? Ну, я сильно так... Народные есть. Вот, народные, да. Интерьерные, вот это вот из интерьерных. Ещё мне понравилось направление кукол, игрушек делать по рисункам детским. Здорово. У меня у девочки взяла такой рисунок, где девочка нарисовала свою маму, а мальчик нарисовал котика. И вот я сделала по рисунку вот такую игрушку. Ну, это очень модное направление, да? Вот это сейчас кукол, изготовление кукол. А заказы вот принимаете, например, если кто-то хочет, например, машину свадебную украсить, свой интерьер? Не было что-то... Ну, заказ был, но не совсем удачный. Мне всё-таки нужно пообщаться с человеком, чтобы узнать его, чтобы вот такую куколку, например, вот эту куколку, я же знаю эту девушку, и я... И поэтому получилось. Да, здорово. Нужно характер, нужно как-то вот проникнуться. Потому что во время изготовления куклы как-то через тебя проходит какой-то, не знаю, в портал, что ли, какой-то. Как говорят, что вот мастера даже в любой стране, кто этим увлечён, они верят, что вот их куклы наделены душой, да? Я, наверное, думаю, что всё-таки, когда вы делаете, вы дарите им свою энергетику, и они оживают. Чему говорят? Не приобретайте куклы, да? Незнакомых людей. Непонятно, с какой они энергетикой были сделаны, либо с положительными. Ну, вообще, я считаю, кукол на продажу сложно делать, потому что ты не знаешь, кому ты это делаешь. Да. Талиха, а кто-то помогает вам из родственников? Вот, например, да, коромысло изготовить с вёдрами? Ну, конечно. У меня вообще всегда родственники мои, папа и мама, поддерживают всегда в моих начинаниях, в моём творчестве. И для данной куклы я попросила своего отца, Шубина Михаила Александровича, изготовить коромысло и вёдра для куколки. Здорово. Такой семейный кукольный процесс, да? А скажите, волосы вот из чего? Для этой куколки волосы из льна. Прямо как настоящие, да? Не льна, да. А как вот вы продумываете одежду? Вот национальную куклу, наверное... Конечно, я изучила национальный костюм. Всё-таки сколько изготавливаешь вроде вот игрушку, да? А сколько всего в ней ещё содержится и нужно знать, да? Как я уже говорила, и обувник, и костюмеры, и историю костюма. Да, и валенки сваляла этой куколки. Здесь даже валенки есть, да? Да, да, да. Она вся одета вот и до. То есть у неё там, начиная от нижнего белья, потом идёт вот это вот, у неё сарафан, рубаха, и вот уже верхняя одежда. А мужчин не пробовали изготавливать? Нет, пока это единственное для этой сказки. Хозяин ветров у меня замечательный боевой мужчина. А ты, Михайловна, вот этот пояс, например, да? И что у него там? Ну, как обычно, там ножны, и, как он называется, точила. Это тоже всё сами делали, да? Да, да. Вы думали раньше, что вот вы займётесь вот уже профессионально этим? Ну, я не считаю, что я прямо профессионально этим занимаюсь. На пути, да? На пути к этому? Нет, я не думала совершенно, что кукла – это моё. Потому что я раньше же шила, занималась, всегда с текстилем была связана. И когда мне говорили, о кукол ты шьёшь, я чему-то воспринимала это несерьёзно. Думала, что кукла – это, ну, детская, это зачем оно надо. Потом как-то провалилась в это, что ли. Всё. Здорово. Спасибо вам, Наталья Михайловна. Вам желаем творческих успехов. Вам и вашим золотым ручкам. Так, надеюсь, вы ещё нас порадуете своим творчеством. Хорошо. Это программа «Сиюн». У нас в гостях была кукольный дел мастер Наталья Шубина. А вам желаем всего доброго. До свидания. Шить костюм из ткани 19 века вручную – такую роскошь трудно даже себе представить. Но только не жительницам Наринмара. Для них мастер-класс по пошиву вологодского наряда провела мастерица из Санкт-Петербурга. Мастер-эксперт по народному костюму шьёт одежду по точным выкройкам музейных экспонатов. Традиционный народный костюм вологодской губернии отвечает трём необходимым условиям. Натуральная ткань, традиционный силуэт и ручной пошив. Марина Шатковская знает толк в непростом ремеслеу. Уже не один десяток лет она сохраняет культурное достояние народов России. Мастер считает, что небольшое количество одежды, оставленное нам предкам, и сохранённое в музеях – отличный материал для размышления. Опыт предков и экспертов по народному костюму будет полезным для норинмарских мастериц. Они смогут его использовать при пошиве костюмов народности округа. В Норинмаре подведены итоги конкурса рисунков на тему «Мир Лего». Его организовали в рамках благотворительного проекта «Добрый НАУ». Напомню, проект проходит в округе по инициативе губернатора. Представители власти, бизнеса и некоммерческих организаций объединили свои усилия и возможности для реализации социальных проектов. На конкурс многие ребята присылали по несколько рисунков. Всего пришло около 30 работ от детей Норинмара и окружных сёл. Победителей оказалось немало. Главный приз был в каждой из пяти номинаций. Для всех участников – грамоты и утешительные призы. В столице округа прошёл ежегодный семинар руководителей и специалистов культуры. Они посетили мастер-классы по режиссуре и театрализации массовых праздников, звукозаписи, хореографии и народной коми-песни. Ежегодную встречу культработников с преподавателями организовал этнокультурный центр. В Ненинском автономном округе в рамках Всероссийского туристического проекта прошёл форум «Ворота в Арктику». В нём приняли участие руководитель Ростуризма Олег Сафонов, лётчик-космонавт, герой Российской Федерации Александр Лазуткин, заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева. Этот форум в Норинмаре состоялся не случайно. Наш регион полностью вошёл в состав Арктической зоны. Одним из важнейших направлений развития этой территории – туризм. Развитие внутреннего туризма, проблемы и перспективы стали основной темой форума. Волонтёры Ненинского округа «Снежные призраки» – так они себя называют, на этой неделе прошли путь на лыжах к посёлам Нижнепечорье. Необычный марафон посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Более 150 заснеженных километров, 10 печорских деревень, 8 воинских мемориалов и недели бесконечного пути пришлось пройти двум десяткам неравнодушных к истории своего Отечества парней. «Снежные призраки» в дань уважения героям тех лет шли по двумя флагами. Два флага. Значит, первый флаг – это копия флага Победы, штурмовое знамя, которое было установлено на Рейхстаге, это копия его. Но само это знамя тоже примечательно. Это знамя нам вручали в прошлом году, вручал ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина. А второе знамя – это флаг проекта «Дорога Алина Армии», как раз тот проект, про который я сейчас рассказываю. То есть это два наших боевых знамени, потёртых уже в боях, которые уже мы с гордостью возим по деревням. Маршрут современных снежных призраков длился 7 дней. Местоположение участников можно было наблюдать ВКонтакте. В группе «Волонтёры-70» Ненецкий автономный округ. Музыка тундры и движение природы в исполнении человека. В Наринмаре в очередной раз зазвучала дивная мелодия. Фестиваль «Савасё», который проходит раз в два года, собрал представителей самодийцев из Ненецкого и Малоненецкого округов. Самая юная участница – 4 года, а опытная – 94. Фестиваль «Савасё» собрал на одной сцене любителей творчества и хранителей ненецкой культуры. За 15 лет жизни конкурс значительно расширил репертуар танцевальных и песенных коллективов участников. Только за эти факты праздник «Савасё» можно считать активом Ненецкого округа в сохранении народной культуры самодийцев. В Заполярной столице мастера слова провели для студентов и школьников уникальные мастер-классы по журналистике. Такие занятия на средства гранта организовал Альберт Людвиг в качестве преподавателя Оксана Чернышева, заместитель директора информационного центра ТАСС. Профессионал своего дела – это она, ее команда создают то, что потом называют новость с пометкой молнии. Ведь журналистики иначе никак. Здесь главное – оперативность и объективность. Рассказываем им о прелестях и о несчастьях нашей профессии. Причем, насколько я поняла идею организаторов семинара, я рассказываю о традиционной классической журналистике. А как бы так в кавычках «противовес» мне будет рассказывать блогер Алексей Березин о блогерской журналистике, о социальных сетях. И, может быть, мы с ним даже поспорим на глазах у детей. Писателем от блога. Так называет Алексея Березина. Это еще один преподаватель школы журналистики. Учащимся рассказал несколько секретов. А именно, как написать смешной рассказ, какие приемы могут помочь начинающему автору достичь успеха и что же делать, когда не пишется. Журналисты, пожалуй, лучше всех знают это состояние.